Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова неоднородный колер, диаметр больше за 5 мм, а так само повеличение по меру, хворовитость, припухлость, кровоторшивость. В чем заключается профилактика? Это самостоятельное обследование кожных покровов. У людей с первым и вторым фототипом кожи, это те люди, когда практически никогда не загорают, всегда обгорают, либо загорают очень редко. Они должны обследовать себя один раз в месяц, от макушки до пяток. Затем избегать солнечных лучей, особенно с 10 до 16.00. Использовать фотозащитные кремы, особенно тем лицам, которые обладают первым и вторым фототипом. Что это за люди? Это светлая кожа, веснушки, голубые глаза или светлые другого цвета, светлые волосы. Эти люди никогда не загорают, всегда обгорают. Поэтому они в своем арсенале должны иметь фотозащитные экраны. Это и кремы, это и лосьоны. Достаточно двух-трех эпизодов солнечных ожогов в детстве для того, чтобы входить в группу риска по меланоме, особенно людям с первым и вторым фототипом кожи. По статистице, что год в свете регистрируется больше 200 тысяч выпадков захворывания на меланому. В Беларуси захворывание за 25 годов увеличилось в три раза. Сегодня в Доме профсоюза собрались представники бойных предприятий города. В связи с изменами, которые планируются в Прационном кодексе, областный союз наймальников провел круглый стол. Встречащий депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Виталь Шилов, он разом с наймальниками региона обмерковал пропоновые вполне осенние изменения в законодательные акты по прационных отношениях и выказал властное башение на конт наибольшь перспективных. Для решения такого глобального обновления, этот нормативный документ я еще не видел. Усяго у 160 артикулов кодекса плануют унести 250 изменений и дополнений. В течение полугода после рождения ребенка отец может взять две недели неоплачиваемого отпуска, ну при желании. То есть он может оплачиваться, но это опять же по согласованию с нанимателем. 102 кодекса на сегодняшний день убрали запрещение в работе женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет. То есть раньше был запрет на работу в ночное время, в выходные дни и направление в командировку. Сейчас такой запрет убрали. Планируется внесение целой главы в трудовой кодекс, регулирующий дистанционный труд. То есть это будет касаться не только женщины, это будет касаться любого работника, который удаленно оказывает какие-то услуги своему нанимателю. Существует проект статьи, позволяющий работнику расторгать заключенный с ним контракт по собственному желанию, предупреждив об этом нанимателя за два месяца. Такой срок установили. Плануется, что працовать по новым кодексу в Беларуси будет с початку наступного года. Минские байкеры открыли черговый мотосезон на доброчинной ноте. Удельники клуба владельников Харли Дэвидсон отправились в Гомельскую область, в Улыковскую допоможную школу-интернат. Выхованцы с порога сустрели мотоколону. В установе 118 детей с особливостями развития за все Гомельской области. 90 из них – сироты. Удельники байкерского клуба своими силами закупили меблю. Обновить удалось жилые покои для навученцев третьего класса. Подарунком у отказа двух аванцев школы стал мини-концерт. Желание помогать, наверное, должно присутствовать у каждого здравомыслящего человека. Не только успешного. Я вот, например, пенсионер на данный момент. Поэтому есть возможность отдать кусочек себя, кусочек своего тепла. И не просто помочь приехать, а помочь конкретно каким-то делом. То я считаю, что это надо делать. Находятся люди, мы рады, что они находятся. Люди, небезразличные люди, которые даже проявляют свою инициативу и приходят к нам, и оказывают нам помощь. И я сегодня хочу сказать огромные слова благодарности и признательности всем тем, кто принял участие в этой акции. Улику Подарункова было и корыстное, и приемное. Ростовники Минского клуба привезли першевые и пирожные и подрихтовали для детей солодкий стол. Наибуйнейшие музейные установы свету на минулом тыдне запросили аматоров мастерства, на что годовую международную акцию «Ночь музею». В нашем регионе ее подтримали каля 30 установ культуры. У Гомеля акция была различена на неколький день. Как примал своих ночных наведывальников Палац Румянцевых и Паскевичев, расскажет наш корреспондент Вероника Ворошилина. Вселетняя ночь музею для Палац Румянцевых и Паскевичев стала 10-й юбилейной. А тому святочную программу под названием не только «Классика», а то трихтовали с особливым почутцем. На этот раз вы решили крыху заблытать и тем самым еще больше уразить своих ночных наведывальников, погрузить их в атмосферу полной культурной эклектики. У зале урочистых приемов разгорнулся масштабный салон пригаживости, где можно было примерять на себе образы вядомых исторических особ. Тут же, спад пензля молодых мастаков, каждый мог отримать властный портрет на память. У колонной зале 19-го стагодя ладилися фламинка и сальса, национальные белорусские танцы, сучасные хорографичные номеры. Безумовно, в этот вечер тут так само пановала атмосфера аристократичной роскоши и добрых манер, у лепших традициях дворанских балев. Уси жадающие могли первого особица у дамы-кавалеров минулой эпохи. У палацы Румянцевых и Паскевича, по доброй традиции, под мероприемства были задельничаны усе залы. Гостям пропоновали доведаться про человеческие якости, и сопроводные подшутся семейные взаимодносины опушнях российского императора Миколая Другого. На выставе «Венцоносная семья. Шлях любови». Убачить шедевры белорусского икона 1517-го, першипалова 19-го стагодя, який выходит в золотый фонд нашего национального сдобытку. А кроме цикавых тематичных экспозиций, тут проводились рухомые гульные конкурсы, владелись опознавальные майстер-классы, яскравые концертные и театрализованные программы. Я вижу, что людям это интересно, и мы попали в точку. Мы постарались подобрать программу таким образом, чтобы это было интересно любому зрителю, и маленькому, и постарше, и семейным парам. И хочу сказать, что в конце мы сделаем такое фееричное шоу на пантусе, барабанное шоу от Александра Софикс, и все это будет под огромный, очень красивый свет, фейерверк. Соправдная рызыночка селетней ночи музеев, шоу оживших скульптур, яке небысы шли с фасада Палац Румянцевых и Паскевичо. Вероника Ворошилина, Яуген Макеен, котелер, радуя компания «Гомель». У «Гомеля» отбылись с поборницей по плаванию категории «Мастерс» кубок по лесу. Ранее областным центры подобных турниров не проводили. За медали спрачалися спортсмены из Беларуси, России, Украины и Польши. Заявки подали больше за 140 человек. Подробязности в наступном материале. Категория «Мастерс» означает, что удел в споборницах может принять любой человек. Былые и девочие спортсмены, ветраны спорту, аматоры. На плавальных дорожках все ровные. Чемпионат света с светлой гульной ветраны в спорту – это аналог олимпийских гульнел. Самое престижное споборницей у категории «Мастерс». Дальше, перемога на таких стартах не зауседы достояться профессионалам. У партности тренировки допомагать плывцам без спортивного минулого досягать высоких выникал. Большая разница, которая была, может быть, когда-то в молодости. Одни достигли каких-то олимпийских результатов, кто-то просто плавал для себя. С возрастом это все сглаживается. И, как ни странно, у людей, которые не достигли результата в молодости, есть шанс выйти на дорожку рядом с олимпийскими призерами, чемпионами, с чемпионами мира. И даже победить их. Узрост спорту не помеха. Удзельники Кубка Полесья – это наглядный доказ. Узростовых категорий – 14. Соперников на дорожце мог найти себе любые. До речи, сирот удзельников не только были спортивные профи. Многие у першиню вышли на старт уже у доволюсталом узросте. Нехто, чтобы реализовать свои жадания, которые не отрымались в особисть у жизни молодости. Нехто просто выращая кардинально сменить лад життя. Объядного и у всех одно – непередавальный дух соперництва и атмосфера с поборництвом не отпускаем. Это промышленно из новостей на тренировке ставить уластные рекорды. Это движение, у него как бы для меня две составляющие. Первое – это сам спорт и твое состояние, как оно меняется. Ну, ты следишь за своими достижениями, они улучшаются или не улучшаются, и это очень серьезный челлендж, это очень оживляет жизнь. Хорошо помогает разгружаться от стресса. А вторая половина очень важна – это общение. Это то, чего, может быть, нет в таком вот обычном спорте. Там некогда. А тут очень много общения, и это огромная ценность, конечно. Первый кубок Полеся – пилотный по сутности, однако не по узровне. Больше за 140 удельников – это вельми неблагий показчик для дебютного турнира. Да и географичное представництво вельми широкое – четыре краины. Головные организаторы громадское объединение «Желтая субмарина» добро попрацовали. И это намагание гости высоко оценили. Мне очень приятно быть на таком турнире. Более того, он впервые проходит, и для первого раза очень много участников. Я думал, что все, кто принимает участие в организации, они сами не ожидали такого, в общем-то, всплеска интереса, и нам тоже здесь приятно находиться. Первый кубок Полеся безумовно отрымался, и есть все подставы, что опошным он не будет. И про сгоду Гомеля сберется еще больше аматора уплавания. Максим Савин, Анна Коральчук, Валерия Гапанько, телерадо-компания «Гомель». Больше про спорт, про с некоторых минут в спортивном огляде с Максимом Савиным. А сейчас эфир протягнет де-факто. На этом я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. 19 лет колонии на троих. В силу вступил приговор суда в отношении жителей Речицы, которые избили знакомого, а потом привязали его к дереву в лесу. Инцидент берет свое начало в одной из квартир райцентра. По словам потерпевшего, к его подруге в гостях, у которой в этот момент он находился, зашли трое агрессивно настроенных молодых парней, которые его избили. После этого заперли в багажник и отвезли в лес. Буксировочным тросом привязали его к сосне, а затем оставили одного и уехали. Спустя какое-то время мужчина смог самостоятельно освободиться и позвонил в милицию. Обвиняемые признаны в незаконном решении свободы, совершенным способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, и сопровождавшегося мучениями, а также в совершении злостного и особо злостного хулиганства. Роковая случайность. Двое рыбаков в Кармянском районе погибли от удара молнией. Трагедия произошла 18 мая на берегу Сожа. Когда началась гроза, мужчины спрятались под дерево. Выбор оказался неудачным. В какой-то момент в них ударила молния. Мужчины скатились в воду. Там позже были обнаружены их тела. Ведется проверка. Эх, раз да еще раз пограничники задержали жителя России, который пытался перелечь через забор на границе. Нарушитель таким нехитрым образом стремился попасть к знакомым в Киев. За три часа до этого его не пропустили через украинскую границу. Не оставив своего намерения, мужчина попытался преодолеть оградительный забор в километре от пункта пропуска Новая Гута. Но вскоре попал в руки к пограничному наряду. В отношении задержанного начат административный процесс. Ему теперь грозит штраф в размере до 100 базовых величин. ДТП с двумя пострадавшими произошло в Речицком районе. На закруглении дороги в деревне Осов Ауди 100 вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. По предварительной версии водитель не справилась с управлением. В результате происшествия ее пассажир, пассажированные автомобили женщины 76 года рождения, а также сама водитель, девушка 26-летняя, которая не имеет права управления, с травами были доставлены в больницу. Отмечается также, что женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. В золотой серии гомельчане сыграют с победителем пары «Столица Лицельмашты». Третий и решающий поединок этого противостояния проходит сегодня в Лиде. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» не смогла четвертый год подряд завоевать Кубок Беларуси. В финале гомельчанки уступили своему принципиальному сопернику, новоиспеченному чемпиону страны БНТУ «БелАЗ» 27-30. Политех завоевал трофей в 16-й раз. Бронзу розыгрыша Кубка Витебчанка в овертайме вырвало у городничанки. Завтра главком «Гомеля» и сборной страны Томаш Чатор созовет гонболисток под флаги национальной команды. Белорусским предстоят матчи квалификации чемпионата Европы 2018 года против команд Голландии и Венгрии. На сбор отправляются гомельчанки Ольга Никитина, Кристина Охраменко, Ирина Дронова и Виктория Шамановская. Гомельчанка Мария Сидоренко с бронзой вернулась с Кубка Европы под дзюдо, который проходил в Польше. Отметили спортсмены из нашего региона и на юношеском чемпионате континента по борьбе. В состязаниях по греко-римской борьбе Глеб Макаренко выиграл серебро. Еще одна награда добыта в соревнованиях девушек. Бронзовым призером юношеского чемпионата Европы стала Надежда Буланая. Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в эти дни отмечает свое 95-летие. Торжества состоялись и в Гомеле. В областном центре первая динамовская организация появилась в год создания общества. В 1923-м сегодня в составе областной организационной структуры 87 коллективов физической культуры, правоохранительных органов, Мозерская городская организационная структура, а также две специализированные детско-юношеские школы Олимпийского резерва. Почти 300 наград завоевано динамовцами нашего региона на мировых и континентальных чемпионатах и первенствах, а также Олимпийских играх. Перечислять фамилии именитых спортсменов и тренеров, воспитанных «Динамо» можно долго. Сегодня победные традиции продолжаются. «Динамо именно как спортсменам всегда нас поддерживает в любой сфере. Не только что нам нужно, они нам все помогают, все делают. Я очень горда, что я являюсь частью этого общества». Не только спорт высоких достижений. Еще одна важная функция «Динамо» – это развитие служебно-прикладных видов спорта. Специальная подготовка сотрудников силовых ведомств лежит на плечах спортообщества. Специфика организации заключается в том, что мы, сотрудники, оказывают помощь в организации проведения спортивно-массовых мероприятий, физкультурных мероприятий органов пропорядка безопасности, участия в обеспечении огневой, физической и специальной подготовки сотрудников органов пропорядка и безопасности. Это многогранная работа, которая действительно очень сложна. И на данный момент сплоченный дружный коллектив областной структуры «Динамо» с этим справляется. Во время торжественного мероприятия наградили лучших спортсменов, тренеров и ветеранов областной структуры БФСО «Динамо». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».